В прямом эфире телеканала Хабар 24 утренний информационный выпуск в студии Марат Ерназар. Здравствуйте. Продолжение следует. В Уральске дезрастворами обрабатывают улицы, скверы и площади. К работе, кроме коммунальных служб, привлечены сотрудники полиции, служб ЧАЭС и санэпидемиологи. Свыше сотни КСК получили предписание ввести дезинфекцию в подъездах 800 многоэтажных домов. Еще 400 домов будут обрабатываться силами отдела ЖКХ. Все меры по санитарной безопасности принимаются в маршрутных автобусах. Жителям города рекомендовано строго соблюдать все правила личной гигиены. Работа по дезинфекции у нас ежедневно ведется. Ежедневно мы обрабатываем остановки по два раза. Кроме того, работа по обработке улиц у нас по плану графики имеется. В первую очередь, приоритет ставится тем улицам, где у нас имеется интересное движение. Также большое скопление людей. Производство медицинских масок наладили в Ордобасинском районе Туркестанской области. За смену работники швейного цеха изготавливают около 5000 экземпляров. Их местным жителям раздают бесплатно. О производстве защитных повязок в материале Рауля Габитова. Этот небольшой цех открыли в конце прошлого года. Изначально здесь шили спецодежду для работников коммунальных служб. Но с введением режима чрезвычайного положения производство перепрофилировали. Теперь предприятие обеспечивает медицинскими масками весь район. В среднем я шью 350 масок в день. Мы работаем для того, чтобы в аптеках не было дефицита медицинских средств. Ими должен быть обеспечен каждый житель района. Задачей мы успешно справляемся. В цеху трудятся 25 человек. Все это происходит исключительно по государственному заказу. Маски мы шьем из специальной ткани Spanbond. Продукция отвечает всем медицинским стандартам. В день изготавливаем 5000 масок. Этого достаточно, чтобы охватить районный центр. На сегодняшний день в Ордобасинском районе шили уже 90 тысяч медицинских масок. Их каждый день местным жителям бесплатно раздают волонтеры. Рауль Кабитов, Самат Нагашпекула, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область. Все данные казахстанцев, подавших заявку на социальную выплату в размере 42 500 тенген на период ЧП, будут тщательно проверяться. Об этом заявили в оперативном штабе госкомиссии. Там предупредили, обращаться должны только те, кто действительно потерял доход. А за предоставление ложных данных о доходах предусмотрена ответственность. Деньги государство выделяет тем казахстанцам, чье финансовое положение ухудшилось. К этому моменту заявки подали порядка полумиллиона граждан. Правда, чтобы сделать это, по мнению казахстанцев, необходимо пройти через огонь, воду и медные трубы. Почему отечественные интернет-ресурсы не справляются и в чем причина столь сложной процедуры подачи заявления на получение обещанного президентом пособия, выясняла Лаура Байбачанова. Почти неделю в стране интернет-ажиотаж. Люди атакуют портал ЕГОВ, пишут в чат-боты и обрывают телефоны консультантов. А все потому, что не могут оформить обещанные 42 500 тенге. И это с учетом того, что жителям максимально упростили условия подачи заявления. Не нужно ни ЭЦП, ни каких-либо справок и даже ходить никуда не нужно. Все в режиме онлайн. Для этого в Минтруда даже создали специальный сайт, но сервер не выдержал нагрузки. Вообще не будет. Не знаю, куда обращаться, что делать, кому писать. Вот так вот зависает, что днем, что ночью, что утром, в 7 утра тоже пробовала. Не открылось. Вот открылось, потом дальше заполнило все. И не получилось все равно. Вот не удается получить доступ к сайту. Не грузится, потому что слишком много людей. Заходит одновременно на портал электронного правительства, объяснили в профильном ведомстве. Если до режима ЧП айтишники ЕГОВА в час регистрировали до 600 тысяч кликов мыши, то теперь в 25 раз больше. Такую нагрузку система выдержать просто не в силах, рассказал Аскар Жумагалиев. Сегодня много нареканий имеется по поводу услуги, которая сегодня Министерством труда оказывается, по предоставлению заявления на пособие, которое связано с как раз таки с чрезвычайным положением. Данный регламент был утвержден 28 марта, после чего нам этот регламент был доведен. Я имею в виду IT-специалистом, связистом. Мы всю ночь работали, не покладая рук, с тем, чтобы этот регламент реализовать на следующий день. В какой-то момент было на портале 15 миллионов одномоментных сессий. Это нагрузка, и мы с целью решения этих проблем отключили внешние каналы. Похоже, что каналы отключены до сих пор, и чтобы прийти в себя порталу электронного правительства, еще понадобится время. В том, что сайт на ЕГОВА действительно зависает, мы убедились лично. Как вы видите, сейчас я забиваю свои данные, ввожу ИИН, пароль, но система выдает ошибку. И вот эта процедура повторяется уже несколько раз. Дозвониться в колл-центр ЕГОВА сегодня тоже проблема, в которой вновь отчасти виноваты сами казахстанцы. Звонят по самым разным вопросам. Министр Жумагалиев попросил жителей в ДНИЧП звонить только по делу. В настоящее время наших сограждан звонят на колл-центр до 600 тысяч ежедневно. Хотел бы сказать, что обычная загрузка колл-центра составляла до ЧП 25-30 тысяч звонков. Хотел бы сказать, что количество звонков велико. Хотел бы просить, чтобы те, кто звонит на данный портал, информацию спрашивали именно непосредственно касательно предоставления услуг ЕГОВ по услуге 42500 по данному пособию. И, конечно же, минимизировали или вообще не задавали вопросы, которые не касаются данных тем. Между тем, больше 450 тысяч казахстанцев смогли таки подать заявление на получение пособия. Некоторые получают СМС-уведомления, а другие и вовсе уже получили заветные 42,5 тысячи тенге. 76 тысяч граждан уже получили СМС-уведомления о назначении выплаты. Более 60 тысяч граждан уже получили на своей карточке соответствующие средства. Мы проактивно направили 238 тысяч нашим гражданам СМС. Необходимо гражданам, которые получили, прочитать и направить нам через соответствующие системы номер своего банковского счета. В ближайшие дни казахстанцы смогут подавать заявление на получение 42,5 тысяч тенге с помощью телеграм-бота. Информацию о том, что бот якобы не выдержал нагрузки, а проверк министр. Все дело в том, что сама услуга еще не запущена, но заработает в скором времени. Всего по поручению президента получить пособие в 42,5 тысячи тенге должны около 3 миллионов казахстанцев. Лаура Байбачалова, Алибек Алиев, Ербол Киншимбек, Хабар, 24. Лаура Байбачалова, Алибек Алиев, Ербол Киншимбек. В парижских больницах начали изготовление 3D-деталей медоборудования для защиты от коронавируса. 60 специальных принтеров выпускают искусственные респираторные клапаны, трубки для интубации, защитные маски и очки, которые будут использоваться французскими медиками. Печать деталей занимает всего несколько часов, что позволяет выпускать необходимое медоборудование в большом количестве. К такой же прогрессивной методике прибегнули и в Марселе. Там сотрудники одного из местных университетов начали использовать 3D-принтеры для печати деталей защитной медицинской одежды. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куома заявил, что штат в ближайшее время получит больше тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких из Китая. Отмечу, что на данный момент жертвами COVID-19 в штате стали больше 3,5 тысяч человек, а общее число зараженных в Америке достигло 311 тысяч. Власти Нью-Йорка продолжают искать необходимые аппараты. В них сейчас остро нуждаются заразившиеся коронавирусом пациенты. Кроме этого, сообщается, что помощь американскому штату также оказали и власти штата Орегон. Оттуда на днях будет получено порядка 140 аппаратов. Самый большой выставочный центр США превратят в полевой госпиталь. На данный момент там проводятся строительные работы. Как сообщили власти Чикаго, новый полевой госпиталь вместит до 3000 койко-мест. Открытие мобильной больницы планируется к концу апреля. Первые же 500 коек подготовили в минувшую пятницу. По последним данным, в США коронавирусом заболели более 311 тысяч человек. Свыше 8 тысяч человек погибли. Во Франции начались весенние школьные каникулы. В этом году они проходят в режиме общей изоляции, когда из дома выходить можно раз в день по крайней необходимости. Для полиции же это стало поводом усилить контроль на дорогах, чтобы наказать нарушителей. Это первые школьные каникулы во Франции со дня ведения общего карантина. А он длится здесь уже три недели. Каникулы будут необычными не только тем, что все дети проведут их в четырех стенах, но и тем, что многие школьники продолжат работу и во время каникул, поскольку из-за дистанционного обучения не все успели вовремя освоить заданный материал. Тяжелее всего придется выпускникам коллежи и лицеев. Это аналоги наших 9 и 11 классов. В этом году изменен формат и сроки проведения выпускных экзаменов. Последний триместр, на который пришелся карантин, в итоговых оценках учитывать не будут, поскольку нет уверенности в том, что все школьники имели равные условия для обучения на дому. Выпускники будут сдавать всего один экзамен, устный по французскому языку. Предварительно он назначен на июль, август и даже сентябрь, но с оговоркой. В зависимости от развития эпидемии. В связи с неопределенностью сегодняшней ситуации мы поддержали решение о смешанной форме, проведении одного-двух экзаменов и выставлении остальных оценок на основании текущих. Итоговые оценки выпускников будут выставляться на основании успеваемости в течение учебного года. Школьные каникулы стали поводом и для усиления контроля на дорогах. Несмотря на строгое предписание оставаться дома, полиция ждет наплыва нарушителей в курортные зоны. Число стражей порядка на улицах увеличено до 160 тысяч. Власти напоминают, пик эпидемии ожидается на следующей неделе, поэтому сейчас, как никогда, изоляция должна быть максимальной. 27 430 инфицированных COVID-19 пациентов находятся в больницах. Это на 1406 больше, чем накануне. В тяжелом состоянии в реанимациях находится 6662 человека. Им требуется интенсивная терапия. Единственные, для кого весенние каникулы пройдут в почти привычном формате, это дети медработников, продавцов супермаркетов и всех тех, кто в дни карантина вынужден усиленно трудиться. В Париже, к примеру, для таких детей по инициативе мэрии открыты бесплатные пришкольные лагеря. Французские весенние каникулы продлятся до 20 апреля, после чего все 12 миллионов школьников, вероятнее всего, вновь вернутся к домашнему обучению. Приостановлено движение общественного транспорта в Армении. Такие меры власти этой страны применили для обуздания процесса распространения коронавируса. Пока в Армении идет рост числа носителей COVID-19. Их численность уже приближается к 800. Все подробности в материале Лауры Жасупековой. В Армении до 12 апреля ограничено движение общественного транспорта. Остались только поезда и такси. И то, правило едино для всех. Для выхода на улицу нужно иметь справку от работодателя. И впервые за 40 лет в Ереване приостановлена работа метро. Здесь тихо и безлюдно. Пустой ты автобусная остановка поблизости. Ни автобуса, ни троллейбусы на линию не выходят. Зато все районы города заполонили такси. Почти все свободны, ведь спрос на частный извоз значительно снизился. Водители такси жалуются. Их доходы сократились в 2-3 раза. И по час в день составляют 5-6 долларов. Как сами выживаете теперь? Еле-еле выживаем. Вот так выживаем. Что делать? Как все. Не просили никакой помощи. И не ждем. Все сидят дома. Поэтому и с пассажирами в такси не густо. Как правило, люди выходят только по крайней необходимости. И все передвижения ограничиваются в рамках одного района. Полиция проверяет документы. И в случае отсутствия нужной справки от работодателя, нарушитель режима ЧП будет обязан заплатить штраф. Думаем, что не нужно или вообще выходить из дома. Ходим пешком и только в магазин. Я сейчас на работу, честно признаться, иду. У нас организационные вопросы по поводу вот этого всего положения. Как добираетесь всем честненько на работу? На собственных машинах, пешком, на такси. Как получится? Строг контроль в эти дни за перемещением граждан между регионами. Для успеха работы власти установили специальные пропускные пункты и расширили круг ответственных. Полицейским пришли на подмогу коллеги из других ведомств. Представители службы национальной безопасности, военной полиции и министерства по чрезвычайным ситуациям присоединятся к полицейским силам, чтобы мы могли повысить эффективность контроля. Одновременно власти подумали о тех, кто несет круглосуточные дежурства для спасения жизни больных коронавирусом. 650 медработников ежедневно развозят по 40 маршрутам автобусы мэрии Еревана. Такой ваяж осуществляется трижды в день в двустороннем направлении. Лаура Жасубекова, Тигран Галстян, Давид Атаян, Хабар-24, Армения. В Узбекистане из-за пандемии коронавируса увеличилось число безработных. Особенно остро материальной помощи стали нуждаться малообеспеченные семьи. Им оказывают активную поддержку местные предприниматели. Из-за большого риска распространения коронавируса в Узбекистане создали единый центр помощи. Специально экипированная группа людей развозит необходимый пакет продуктов по домам. Оказать помощь нуждающимся также могут все желающие. По словам волонтеров, чаще всего люди приносят в центр продукты питания, медикаменты и одежду. Те, кому нужна эта помощь, могут позвонить и заказать все, что им нужно через оператора колл-центра. Всего за сутки сотрудникам центра удалось оказать помощь больше двум тысячам семей. Есть у нас 22 машины, специальные машины, которые обрабатываются. Я хочу особо отметить, мы видим, что каждый этап работы осуществляется с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. То есть это спецодежда, это обработка спецрастворами. И эти машины в сопровождении волонтеров, это представители общественности, везут всю продукцию, необходимую помощь конкретно в Махалю. В НАТО официально вступило 30-е государство, Северная Македония. Напомню, длительный процесс, включающий и изменение названия страны, был завершен 30 марта. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел стран Организации Североатлантического договора смогли поприветствовать нового члена военного блока только во время видеоконференции в Брюсселе, созванной из-за ситуации с распространением коронавируса. Соглашение, позволяющее бывшей Югославской республике стать полноправным членом военного альянса, страны-члены НАТО подписали в прошлом году. Это стало возможным только после того, как договор с Грецией положил конец длительному спору о названии Македонии. После достижения этого соглашения, страна сменила название на Северную Македонию. Мы здесь, чтобы приветствовать Северную Македонию в семье НАТО, подняв флаг этой страны в нашей штаб-квартире. Теперь здесь будут развиваться флаги 30 стран, как символ нашего единства и солидарности. Это исторический момент для Северной Македонии, который наступает в годы настойчивости, решимости и приверженности реформам. На сегодняшний день в Казахстане подтвержден 531 случаи регистрации коронавируса. Из них в столице 219 случаев, в Алматы – 110, в Карагандинской области – 27 случаев, в Атравской области – 22 случаев, в Акмолинской области – 20, в Жамбылской области – 11, в Шемкенте – 13, по 10 – в Алматинской и Актюбинской областях, в Североказахстанской области – 25 случаев, в Казалардинской области – 30 и в Туркестанской – 23 случаев. Другим темам. В районах Акмолинской области начали переходить на более дешевое природное топливо. Такую инициативу поддерживают главы крестьянских хозяйств. Уголь в печах заменила льняная солома, которая раньше считалась бесполезной на полях. Жители сел данный способ отопления уже оценили. Например, в селе Родионовка от Басарского района природное топливо обеспечивает теплом почти 40 домов и несколько социальных объектов. По словам руководителей фермерских хозяйств, централизованному отоплению планируют добавить дома, находящиеся на окраинах. Солома, она экологически чистая, получается, топливо, и она углю не усыпает, получается. А раньше солому, ее сжигали на полях, а теперь солому мы используем у нас в котлах. Так как, получается, она экономически для нас выгоднее, чем тем, что, получается, уголь, его надо сюда доставить, транспортировка, это очень большие затраты. А это, получается, все свое, и со своего урожая, получается. День уходит до 18 тюков. В Приоралье предпринимателям юридическую поддержку оказывают в режиме онлайн. Такие меры инициированы на период чрезвычайного положения в рамках проекта «Защита бизнеса и инвестиции». Создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники Департамента по противодействию коррупции, представители Палаты предпринимателей и госучреждений. Заявления о правонарушениях коррупционного характера принимаются круглосуточно в колл-центре. Стоит отметить, в регионе почти треть трудоспособного населения занята в малом и среднем бизнесе. С начала года оказана поддержка 19 инвесторам, 6 иностранным и 13 отечественным проектам. Всего было привлечено более 550 миллиардов тенге инвестиций. С 18 марта работа по профилактике коррупционных правонарушений переведена на онлайн-режим. Мы оказываем поддержку предпринимателям через интернет, не посещая учреждения и предприятия. Проводим консультативные работы посредством скайпа. В онлайн-режиме работает и общественная приемная. Это было последнее сообщение выпуска. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин